В эфире информационная программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! Праздничным партнером нашей программы является компания Фаербах. Огромный ассортимент пиротехники, европейское качество, подарки каждому покупателю. Ракеты, фонтаны, петарды, батареи салютов и хорошее настроение вы можете приобрести в магазине Фаербах на парковке у ТРЦ Премьер. Ну а сейчас пришло время подвести итоги уходящего дня. О самых важных и ярких событиях вам уже готовы рассказать мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. Показатели преступности в регионе и результаты работы следователей. Следственный комитет подвел итоги ушедшего года. Морозы пришли, а тепла все нет. В одном из поселков Рязанской области люди замерзают в собственных квартирах. Лучшая тренировка для развития интеллекта. В ближайшие два года в школах планируется ввести урок по игре в шахматы. 15 января исполнилось 7 лет со дня создания Следственного комитета России. К дате приурочили традиционное подведение итогов ушедшего года. Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Махлеет представил отчет об основных направлениях работы. О преступности в регионе и работе следователей расскажет Алена Куколева. Общий уровень преступности идет на спад, но даже опытных, много видевших следователей поражает алочность и жестокость фигурантов некоторых дел. В целом же криминогенная обстановка в области за прошлый год характеризуется незначительным увеличением преступления по сравнению с 2016. Всего 59 убийств. При этом возросло число преступлений об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Это, наверное, единственный регион в России, где вот этот процент тяжких, особо тяжких составляет 30 процентов. Почему-то вот так. Ну, поэтому в течение года мы принимали конкретные меры и сегодня положительная динамика. Эта преступность, связанная с ростом тяжких и особо тяжких преступлений, она снижается и достигла 26,6 процентов. Ну, очевидно, явная положительная динамика. 132 уголовных дела в отношении детей и подростков. Одно из них – об исчезновении и гибели ребенка в Касимове. Следователи отметили, что оно выявило явные проблемы в региональном и федеральном законодательстве. Выявлены в ходе расследования данного уголовного дела пробелы в региональном и федеральном законодательстве, повлекшие нахождение погибшего несовершеннолетнего опекаемого в потенциально опасных для него условиях, то есть проживание в семье Пекуна совместно с ранним судимым лицом, обусловили инициирование следственным управлением разработку и внесение изменений в действующие региональные нормативные правовые акты. И ведомственные рекламники, предусматривающие обязательность изучения личности всех членов семьи Пекуна и иных проживающих совместно с ним лиц. Против закона идут и должностные лица. Противодействию коррупции сегодня особое внимание. Статистика положительная. Количество поступающих сообщений о коррупционных преступлениях сократилось на 37%. Всего возбуждено 65 уголовных дел. За самыми громкими следил весь город. Это дело в отношении первого зампреда правительства Андреева. В отношении главного архитектора города Харибутовы и замначальника управления по инженерным коммуникациям администрации города Солодова. Коррупция остается одним из самых основных негативных проявлений, которые подрывают доверие к власти. И, конечно, как губернатор я лично крайне негативно к этому явлению отношусь. Понятно, что мы не можем, как органы государственной власти, проводить следственные действия или оперативно-розыскные. Но, тем не менее, проверки в отношении в том числе действий определенных государственных служащих мы тоже проводим в рамках своих полномочий. Естественно, если будут какие-то наружные факты или информация о том, что возможно какое-то преступление совершено, мы будем продолжать предоставлять информацию следственное управление и правоохранительные органы. Следователи боролись и с налоговыми преступлениями. Им удалось вернуть в бюджет 57 миллионов рублей. Работали над расследованием фактов невыплаты заработной платы. Возместили более 16 миллионов рублей. Одним из успешных примеров сотрудничества следователей с властью – решение проблемы санатория «Сосновый бор». Действия следственного комитета других правоохранительных органов позволили нам убедить собственников «Соснового убора» санатория передать безвозмездно это учреждение во владении собственностью Рязанской области и рассчитаться полностью по долгам зарплатным со всеми работниками этого санатория. Большое внимание ненадлежащему оказанию медицинских услуг. Возбуждено 14 уголовных дел. Всего более 1200 дел в производстве и более половины из них закрыты. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. В Крещенскую ночь самые смелые отправляются к Иорданям – прорубям, которые вырубаются специально для освещения воды. Тысячи рязанцев также не обошли этот обряд стороной и встретили праздник Крещения на Ореховом озере. Купанием в проруби предшествовал молебен и освещение воды. Иордань на Ореховом озере осветил митрополит Марк. При этом он отметил, что сделал это тем крестом, который когда-то опускал в реку Иордан. Также митрополит рассказал собравшимся об истории и смысле праздника Крещения Господня. «Праздник Крещения – это праздник, который является событием, описанным в Евангелии. Господь Иисус Христос пришел из города Назарет, пришел на реку Иордан. И там Он принял Крещение». Кто-то из вас может спросить, как же Господь мог принять Крещение, ведь Он еще не вступил на крест. Он не принял это позорное орудие смерти. А ведь слово Крещение имеет корень Крест. Наше русское слово Крещение является переводом-истолкованием. Если же быть точным, то греческое слово Баптизма или Ваптизма с греческого нужно переводить на русский как погружение. После молебна люди начали по очереди заходить в Иордань. Первыми в освященную воду погрузились дети в сопровождении взрослых. «Давай, давай, быстренько! Раз, два, три!» И уже после все остальные желающие. Их было немало. Считается, что если в крещенскую ночь искупаться в проруби, то весь год не будешь болеть. Еще есть поверье, что данный обряд очищает грехи. Однако священнослужители объясняют, что это всего лишь добрая традиция, которая не является церковным таинством. Для удобства рядом с прорубью на Ореховом озере установили освещаемые и обогреваемые палатки. От них докупели, проложили дорожки из сена, а искупавшихся рязанцев угощали чаем с печеньем. За ходом праздника следили сотрудники полиции, МЧС и врачи скорой помощи. Отопительный сезон из года в год становится одной из главных тем во всех средствах массовой информации. Сбой в подаче тепла или вовсе его отсутствие такое, особенно в начале отопительного сезона, случается нередко. Но на улице уже январь, а в поселке Совхоз Рязанский тепла нет до сих пор. Валерий Седов продолжит. Вот здесь мы спим под двумя одеялами, чтобы было тепло спать нам. Одеваем халат, чтобы было нам тепло. Вот у нас батарея, она холодная. А обратно у нас горячая, очень горячая, огняная. Температура на улице минус 10 градусов, а по ощущениям практически все 20. Мороз и холодный ветер пробирает до костей. В квартирах домов номер 1 и 2 поселка Совхоз Рязанский температура едва достигает 15 градусов. Чаще всего столбик термометра не поднимается выше 13. Тепло в дом подается, однако не каждый день. Кто топится, не топится. В данный момент не топится. Вот я вчера проходила, у одного не топится, у другой не топится. Магазин у нас не топит, мы не отапливаемся, соседка моя тоже. А началось все еще весной 2017 года, после ремонта теплотрассы. Тогда, по словам местных жителей, ремонтники допустили ошибку, которая и привела к таким печальным последствиям. Обращения в прокуратуру, генпрокуратуру заканчивались всегда одинаково. Их переадресовывали в администрацию тюшинского поселения. По словам местных жителей, глава старается изо всех сил. Однако никаких результатов это не приносит. К товарищу Шевченко мы тоже обратились, это начальник МПК ЖК Харизанского, что у нас проблемы с отоплением. Он сказал, пришлет людей, люди были, посмотрели и сказали, что тепло подается в дом. Ладно, тепло подается в дом, теперь мы ставим вопрос так, правильно ли оно подается, потому что можно такое, что батареи холодные, а братка постоянно горячая. А братка, про которую говорят жители дома, это теплоноситель, который, пройдя через все отопительные приборы, отдает свое тепло, и охлажденный поступает снова в котел для очередного подогрева. На схеме она обозначена синим цветом. По словам жителей дома, не может быть, чтобы эта самая братка была горячей. Однако это именно так. Эксперты, которые осматривали дома номер 1 и 2, сказали, что проблема не в теплотрассе, а в самих трубах. Вот у нас старики замененные, новые все. Батареи тоже поменят все новые. Ничего не засорено, давление отличное. Наталья отмечает в календаре те дни, когда в дома подавали тепло. 19 января также выделено красным. Можно заметить, что подавали его нечасто. Из-за таких скачков во многих квартирах начинают отслаиваться обои. Чтобы отопить квартиру, Наталья включает духовку. Елена же пользуется обогревателем. К тому же в холода все жильцы дома ходят по квартире в теплой одежде. Вера Михайловна инвалид. Передвигаться по квартире она может только в инвалидной коляске. И батареи в ее квартире тоже холодные. Местные жители уже истоптали пороги практически всех инстанций. И никакого решения все еще нет. Елена Жильцова сообщила, что если до февраля ситуация не изменится, то жители обратятся в суд. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Первый фестиваль русских народных забав прошел в Рязани в пятницу. В прошлом году проект мероприятия признали победителем конкурса молодежных инициатив «Рязань – наш город». На фестивале за победу боролись команды школьников. Чехарда, валенок, лети, бой подушками и городки. Все эти народные командные игры для детей – экзотика. Когда же они познакомились с их сутью, оказалось, что это и оглушительно весело, и азартно, и ловкости требует. Давным-давно такие игры были популярны у наших бабушек и дедушек. Славянские забавы прошли на Лыбецком бульваре. Не смутил любителей старины десятиградусный мороз. Площадка собрала более семидесяти школьников. По правилам победы достается той команде, которая сможет пройти за час максимальное количество станций и заработает в общем зачете самое большое количество баллов. Подростки соревновались в городки, классики прыгали через скакалку, перетягивали канат, дрались подушками и кидали валенок на расстояние. Организаторы фестиваля на будущее свою задачу определили объемно. Возобновить притягательность русских народных игр и забав, а также национальных видов спорта. И первый опыт вселяет надежду. Ребятам очень понравилось. С 9 по 15 января в Сербии состоялся седьмой международный турнир по боксу среди женщин, юниорок и девушек. В весовой категории до 51 килограмма золота завоевала призерка юношеского первенства Европы, кандидат в мастера спорта Любовь Шарапова из Касимова. Спортивный турнир, который прошел в Сербии, фактически приравнивается к первенству Европы. На него съехались сильнейшие юные боксеры со всего Старого Света. Перед выездом на турнир Любовь Шарапова поделилась мыслями о своих соперницах в эксклюзивном интервью нашим касимовским коллегам. Она отметила, что главная сложность состоит в том, что у каждого спортсмена свой стиль. И при подготовке к соревнованиям ей пришлось отработать множество вариаций ведения боя. В международном опыте все боксеры по-разному себя. Кто-то быстрее, кто-то любит наоборот агрессивный бокс, кто-то любит убегать, не давать себя попасть и убежать, и сам попадать. Стили везде разные. Нет такого стиля, что везде где-то один. И у каждого боксера свой стиль. На решающей стадии состязаний в Сербии спортсменка в полуфинале выиграла у соперницы из Казахстана Айджан Мадибек 4-1. А в финале во втором раунде ввиду явного преимущества победила китаянку Джики Лю. В ближайшие два года в расписании занятий начальной школы должны появиться уроки шахмат. Такое заявление сделали в Миноборнауке. Программу планируют построить таким образом, что любой учитель, независимо от возраста, сможет самостоятельно, используя методическую рекомендацию, научить детей шахматом. При этом специалисты отмечают, что это не просто игра, а настоящая возможность повысить уровень интеллекта. Сегодня научиться играть в шахматы в Рязани можно на факультативных занятиях. Такие есть в 75-й школе. Школа «Самая молодая» в Рязани распахнула свои двери 1 сентября и сразу же здесь решили подружить детей с шахматами. Причем среди первоклассников занятия пользуются популярностью. Всего за несколько месяцев уроков дети уже ставят маты. Ага, это у нас за черных, да? Правильно, молодец. Что это за ход? Назови его. Ход назови. Ферзь H4 мат. Правильно, посмотрите. Есть защита? Есть защита? Нет. По современным образовательным стандартам, каждая школа вправе самостоятельно принимать решение об изучении детьми тех или иных школьных предметов. Но введение уроков в шахматы в начальную школу, по мнению специалистов, могут помочь в изучении других предметов. Эта интеллектуальная игра развивает ребенка. У детей, играющих в шахматы, уровень успеваемости выше на 40%. Головам ребенка, она становится очень тренированной к нагрузкам. И дальше, дальше. В общем-то, та нагрузка сложная, которая в школе дается, они усваивают, ну, я бы сказал, довольно легко. И в институты поступает то же самое. Главная цель нового образовательного проекта, чтобы подрастающее поколение всегда мыслило грамотно и глубоко, как в хорошей шахматной партии. В учебе дети приобретают навыки, которые могут пригодиться и в жизни. В первую очередь, это ответственность за принятие собственных решений. То есть, если ребенок допустил ошибку, то он проиграет партию, и никто ему там, товарищ по команде или кто-то еще, родитель. Папа не поможет. Умение просчитывать действия на несколько ходов вперед, это также может пригодиться в жизни. Ну, и такие банальные вещи, как логика, мышление, может быть, усидчивость, концентрация внимания. Профессионалы сомневаются в необходимости обязательного введения уроков по шахматам в школьную программу. Дмитрий Андрейкин – знаменитость в мире шахматного спорта. Гроссмейстер освоил черно-белое сражение еще в детстве, но сегодня не уверен, что шахматы нужны каждому ребенку. Все-таки я против обязательного введения шахмат в школьную программу, поскольку считаю, что у детей и их родителей должен быть выбор. Тем более, что зачастую какие-то таланты у ребенка проявляются уже в 3-4 года. И когда он поступает в школу, он все-таки должен каким-то образом продолжать развивать эти таланты, а не обязательно получать что-то новое. Однако ждать прихода в школы профессионалов-грроссмейстеров не стоит. Программа обучения для начальных классов в объеме одного академического часа в неделю простая. И она построена таким образом, чтобы учитель любого возраста мог сам, используя методическую рекомендацию, научить ребенка играть в шахматы. Нужны преподаватели. Именно преподаватели, сами вчителя, которые начальных классов. То есть это надо обязательно, чтобы в нашем, допустим, педагогнистете была кафедра шахмат. Рязанские школьники идею учиться шахматному мастерству восприняли положительно и с готовностью осваивают шахи, маты и рокировки. Мне нравится шахматы, потому что там интересно играть, подумать и надо, и поставить мат другому сопернику. Я очень люблю думать, поэтому мне нравится играть в шахматы. И она делает сертифировку, играть в шахматы, ставить мат в шахматы. Форма ихняя интересная. Какая у тебя любимая фигура? Ферзь. Почему? Потому что ей обычно всегда ставят мат. И если ее потерять, у тебя нет шансов, там 50% шансов поставить мат. Алена, вам мат легально. Спасибо вам за игру. Картина такова, что игра в шахматы напрямую связана с повышением качества образования. В России в 40 регионах играют в шахматы в школе. И эти регионы показывают высокие результаты при оценках. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Итоги недели в субботу подведет моя коллега Алена Куколева. Ну а я прощаюсь с вами до понедельника. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр» поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей, будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер», павильон на парковке. «Премьер», павильон на парковке.